МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы думаете, кто является сильнейшей метательницей диска в истории мировой легкой атлетики? В 70-е годы на этот вопрос не задумываясь, каждый школьник отвечал Фаина Мельник. Однако после Олимпиады 80-го года, Олимпиады 80, пройдет еще немало лет, прежде чем она покинет сектор для метания диска, и молодые устремятся на штурм ее рекордов. Фаина Мельник пришла в большой спорт достаточно поздно, ей уже было 25 лет. А до этого она была одной из тысяч советских спортсменок. Напрасно мы будем искать ее имя в спортивных летописях того времени. Сельскохозяйственной техникой, затем учеба в двух институтах – педагогическом и физкультурном. Целых пять лет Фаина Мельник тренируется в качестве признания, получая пока только звание мастера спорта. Достоверно об этом времени можно только сказать, что для будущей великой метательницы оно было незаменимой школой. «Просто она была исключительно фантастически от природы. Быстрая, сильная очень. И ядро мы немножко толкали, так для себя просто. Диск и дров это совместить можно. Вообще это цельный человек, очень сильный по натуре». «Когда я занималась, получалось так, что я маленькая ростом. Почему-то думали, что должны метать диск только большие, крупные женщины. А когда я начала метать и далеко метать, маленькие женщины поверили, что они могут метать тоже, так же, как и я. И больше занимались. И метали. А сейчас думают, что только великие, потому что работать-то надо, а работать не хочется. Поэтому ищут рост высокий, руки длинные. Да, чтобы не работать и метать. Поэтому сейчас же отбирают все самые такие. Два метра ростом или метр девяносто. А что мы метр семьдесят? «В тренировке Фаина фанатичный совершенно человек была. Некоторые показатели, допустим, она с двух ног там прыгнула в высоту сто семьдесят. Метр семьдесят толкательница невысокого роста, метательница». «Она ведь метала до ста попыток в тренировку. Это, попробуйте, да, это не говоря уже о том, что потом надо, даже если у тебя десять дисков, то надо сходить туда-обратно, а на металл за шестьдесят метров. «Никто ей там не подносил». «Да, никто не подносил, понимаете, это, так сказать, сама по себе нагрузка, в общем, для, ну, так сказать, довольно такого весомого человека, так скажем». «Я в свое время еще, когда была начинающей спортсменкой, очень много же читала, ну, в спортивных журналах все про Фаину Григорьевну, про то, как она была спортсменкой, как метала, сколько тренировалась. Действительно, этот человек очень сильный, очень такой, значит, эмоциональный. Она любила свои тренировки. Она могла метать за одну тренировку, там, по 200-300 бросков диска. У нее были на пальцах мозоли, вот, кровяные все, когда начинался сезон. То есть это не любой человек выдерживает». «Бежала очень быстро. Был такой, у нас зимний чемпионат СССР был, у нас в Манеже. Она попросилась на шестьдесят метров ее заявить. Но я сколебался, сомневался, потому что шестьдесят метров все-таки надо специальные какие-то качества. Вот, можно потянуть ногу, можно порвать, знаете, как спринтера. Специально же надо тренироваться. Чего она уговорила, и она дошла до полуфинала. Чемпионат СССР, беги на шестьдесят метров». «Она сначала стала рекордсменкой мира по объему тренировочных нагрузок, так скажем. А потом уже рекордсменкой мира в метании диска. И вот это, в общем-то, целая эпоха, так сказать, с 70-го по 80-й год, 10 лет, там, масса мировых рекордов. Просто я не хочу сейчас, так сказать, там, уточнять какие-то цифры. Ну, а это, так сказать, будь здоров, я уж не считаю победы и так далее». Встреча с тренером Кимом Ивановичем Буханцевым является поворотной в судьбе великой спортсменки. Буквально через несколько месяцев она врывается в число сильнейших. Первой была победа в матче со сборной США. А затем Мельник выигрывает все соревнования, в которых выступает. С нескрываемым ужасом наблюдают за ней многочисленные конкурентки, лучшие метательницы мира, понимая, сколь могучий появился у них противник. «Мы были в Германии на сборе. Но немцы все время смотрели, как бы, посмотреть, как мы работаем и так далее, и так далее. В общем, однажды в зале, помню, по-моему, в Мюнхене, в спортивном зале мы тренировались, они были немецкие метатели, там тренеры. И вдруг тишина в зале. Я как-то разговаривал с тренером немецким, повернулся, смотрю, у меня чуть не оборвало все внутри. 200 килограмм на штанге. И Фаина, значит, на плечах у нее штанга, и она приседает. Ну, это вообще-то. И не раз. Ну, она присела три раза, но вообще я уже, я боялся шелохнуться, потому что могло все, ну, 200 килограмм, понимаете. Они ее завели, немцы, немножко. Это было в Сочи на весеннем сборе. Футболисты должны были начинать тренировку в 7 часов вечера, до 7 часов должна была метать она. Ну, вы знаете наших футболистов, да, это был Санкт-Петербургский или тогда Ленинградский «Зенит». Они вышли на поле, она продолжала метать. И тогда тренер позволил себе ногой отшвырнуть ее диск, ее боевой снаряд. Ну, в общем, досталось тренеру, попытались футболисты вступиться за своего наставника, она взяла в руки диск, и тут они поняли, что с этой разъяренной тигрицей, в общем, так сказать, дело иметь, да, не стоит. Дисковый человек. Она заводной очень. Для нее победа, вот это все. На протяжении шести триумфальных лет Фаина Мельник устанавливает 11 мировых рекордов. Она совершает, казалось бы, невозможные. В общей сложности улучшает рекорд мира на 6 метров. Можно сказать, Мельник на одном дыхании прошла от 64 до 70 метров. Но Фаина вообще это уникальное явление было все. Я думаю, что ее рекорд намного выше должен был быть. У нее, она очень сильно травмировалась, было время такое, она была готова на высочайшие результаты. Вот, она очень много выступала везде, она все время хотела бороться. Победа в Мюнхене тоже не совсем ординарная, потому что, по идее-то, она должна была, в общем, в первой попытке установить мировой рекорд и, так сказать, как бы снять все вопросы с себя, с тренера, с руководства команды. А она там, по-моему, до четвертой попытки или до пятой, в общем, шла на четвертом или пятом месте. Все совершенно недоумевали, пока она, наконец, не метнула дизы 66 метров, ну, и стала олимпийской чемпионкой. Тогда был характерный момент, я как раз был рядом с ее тренером Буханцовым. Он сидел на стадионе, хватался, так сказать, за горло и говорил, что нет воздуха, нечем дышать. Видите, та система, которая существовала у нас во время, когда я выступал, она была все-таки очень хорошая, потому что мы были на сборах, мы полностью были под хорошим наблюдением и врачей, и тренерского состава, и питания, и размещения, и отдыха. А сейчас каждый сам по себе, это еще неизвестно, что лучше. Трагедией для большинства великих спортсменов, особенно в прошлом, являлось расставание с большим спортом. Однако, наивысшего человек достигал тогда, когда мог передать последователям своим свой опыт и мастерство. И Фаина Мельник доказала на себе, что это возможно. И еще выступая сама, она начинает тренировать молодую Наташу Лисовскую. Первая ученица оказывается способной, и уже на первой же тренировке под руководством Мельник улучшает личные достижения на несколько метров. Однако, как увидела Фаина Мельник, она, Лисовская, может достичь лучших результатов не в метании диска, а в толкании ядра. И потом был чемпионат СССР 81-го года и две золотые медали. Одна у Мельник, другая у Лисовской. Впрочем, Фаине Григорьевне тогда же вручили еще одну награду – медаль за подготовку чемпионки страны. А с Лисовской, в общем, первые, когда она сюда привезла ее в Москву, школу она кончила в Ташкенте, интернат. Начала учиться в институте физкультуры. И Фаину я попросил, чтобы она помогала мне. В тренерской работе ей, конечно, было достаточно сложно. Как сложно всем атлетам такого класса. Янис Лусис не смог стать выдающимся тренером, наш копиметатель. В свое время пытался великий Владимир Петрович Куц. Вы знаете, тут есть одна общая черта у них у всех. Они не понимали, что их ученики могут не ставить себе таких задач, которые они ставили себе. Они не понимали, что их ученики, может быть, не обладают вот такой несокрушимой силой характера, чтобы добиваться поставленной цели. Это им просто не могло прийти в голову. Наташа немножко скандалила за то, что я не очень много времени уделяю. Ну и достаточно для того, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Стала же. Стала рекордсменкой мира уже во время того, когда я работала. Ну и потом с Лисовской, конечно, уже другая работа была. Потому что Лисовская все-таки рост 188. Она высокая, красивая девушка. Не так подготовленная была физической природой, как Мельник. Вот с Лисовской, по другой системе уже, с небольшими весами, но очень много по объему, по быстроте быстрее. Потому что небольшие веса, Мельник работал с большими весами, средние и большие. Ну, тренировки были, вы знаете, такие, которые, ну, можете представить, объем 25 тонн штанга для Лисовской. Вот. Ну, в небольших весах просто по объему много. Ну, перегрузить какой-то вагон чем-то для женщины. Но это постепенно мы делали, потому что надо было беречь и позвоночники, и вообще. Это жуткий объем. Да. Ну, иначе нельзя, потому что 22 метра надо толкнуть, мужчина не может толкнуть. 22,63, конечно, это выдающий совершенно рекорд. Наташа стала достойной ученицей своего именитого наставника. Все три строчки в таблице высших достижений принадлежат ей. А Фаина Мельник вновь на студенческой скамье, но на этот раз она хочет стать врачом-стоматологом. И стала. Теперь уже более 20 лет женщина в белом халате, Фаина Мельник, занимается протезированием зубов. И попасть к ней на прием очень сложно, потому что она стала и в этой области только тем, кем она могла бы стать профессионалом. Я ее готовил, чтобы она тренером была, в принципе. Вот. Но у нас стоматологический институт кончил, ей нравилась профессия врача. Она сейчас работает врачом в стоматологической поликлинике МВД. С трудом устроилась на работу, потому что трудно было устроиться на работу. Кто меня хотел брать на работу? Они говорят, а она тренируется, а где я ее буду искать? Я ее возьму на работу, где я ее буду искать? В генеральном штабе в этом поликлинике. Пришла поступать на работу, сказали, что там место есть. Она говорит, где я вас буду искать? А я ни одного рабочего дня не пропустила здесь, сколько работаю. Ни разу не опоздала на работу. Просто я работаю максимально, сколько могу, делаю людям добро. То, что положено, то, что от врача зависит. То, что в моей компетенции, то, что я могу. Я был у нее в клинике, и я видел, с каким уважением к ней относятся, так сказать, весь персонал, от руководителей до, так сказать, там, сестер. И причем это уважение не к метательнице диска и не к рекордсменке мира, понимаете? Это уважение к профессионалу в своем деле, в стоматологии. Это, в общем, не так часто мы встречаем, когда люди, ушедшие из спорта, из большого, особенно такого масштаба, вот находят себя в каком-то новом деле и там выходят на очень хороший уровень. Здесь хорошие условия, внимание очень хорошее, лично ко мне, со стороны начальства, со стороны докторов, коллег, которые работают со мной. Поэтому легче, во-первых. Во-вторых, здесь не вспоминают о спорте. Мне легче, потому что не травят душу. Никто не интересуется этим, кто там сколько метнул, куда кинул, как там прыгнул, что там, куда побежал. Это их совсем не волнует. Они заняты своим делом четко. И я рядышком с ними забываю обо всем. Но, как говорится, не зубами едиными. И сейчас Фаина Григорьевна, если она по утрам принимает в поликлинике, то вечером она в манеже Знаменских в Сокольниках. Зимний легкотлетический манеж. И наоборот, соответственно, когда вечером в поликлинике, то утром в манеже. Там она продолжает свою первую любовь и тренирует другую олимпийскую чемпионку, Светлану Кривилеву. Работать с ней Фаина Григорьевна стала практически сразу после неудачного выступления Светланы на Олимпиаде в Атланте. Фаина Григорьевна, конечно, дала испытательный срок, месяц. Она говорит, вот посмотрим, как мы притремся друг к другу. И уже после месяца прошло уже шесть лет. И я думаю, что очень хорошо, что мы встретились. Я, когда начала в нее тренироваться, после родов у меня была такая проблема веса. Я за два месяца ее работы сбросила 15 килограмм. Это уже о чем-то же можно говорить, что у человека появились мышцы, появилось вообще желание толкать ядро. То есть не просто толкать, а толкать его далеко. И поэтому, конечно, труд был огромный. Но ничего, я могу иногда, конечно, и ответить ей, как бы тоже все-таки. Она уважает меня, потому что я тоже олимпийская чемпионка, все. И как бы позволяет мне иногда такую маленькую поблажку. Ну, конечно, я стараюсь, я стараюсь ее прислушиваться, потому что работа ее не проходит. Даром вот уже какой год я выступаю. Может быть, уже давно бы и закончила, по сути дела. Но так как у такого тренера я не могу плохо выступать. Понимаете, мне будет просто самое стыдное. Каждый год, каждый год наша работа выходит на чемпионатах мира. То есть мы всегда отбираемся на все чемпионаты везде. То есть я считаю, что у нас удачный союз. Через полтора года Олимпийские игры в Афинах. Первые летние Олимпийские игры 21 века. И мы не сомневаемся, что они каким-то образом будут связаны с именем Фаины Григорьевны Мельник. Может быть, это последний будет наш совместный проект. Но Афина 2004 год, конечно, мы все посвятим, всю нашу подготовку именно к тому, чтобы отобраться и поехать в Афину 2004 года. Потому что это будет моя уже четвертая Олимпиада. И я думаю, что тренеру также будет приятно посмотреть, опять побывать в атмосфере Олимпийской деревни. Съездила в Анталию на майские праздники. Медуправление дало путевку за хорошую работу. Награда. Награда, да. Праздники провела в Анталии. Покупалась на море. Хорошее море. Загорела. Настроение хорошее. Работаю. Ну, это праздники. А будни? Работаю. Вот работаю, работаю. Работаю. На дачу езжу. В земле ковыряюсь. Деревяшки делаю. Работаю. Хобби много имею. Всяких. Например? Ну, все. И жью, и вяжу, и по дереву делаю. По дереву? А что из дерева? Ну, так, для себя. Полочки, лавочки. Она очень хорошая хозяйка, блестящая, готовит. В частности, мне случалось съесть, покушать мясо приготовленное Фаиной. Должен вам сказать, что пальчики оближешь. Я ей, как говорю, Фаина Григорьевна, говорю, такой человек, как вы, рождается вот раз в столетие. Такого второго не будет, потому что куда бы вы ни ехали, вот за границу, да, везде, ее помнят, к ней подходят, берут автографы. То есть все ее знают на сборах там же везде, вот когда мы были, допустим, в Сочи. Она же там метала же по молодости. Так приходят люди просто, чтобы на нее уже как на тренера, да, она там 30 лет не была. Просто приходят люди, которые ее помнили, когда она еще сама метает, просто посмотреть на нее, какая она стала, спросить о ее здоровье. Я считаю, что мало кому у нас достойна такая честь, чтобы нас так через 30 лет так помнили и чтили. У меня нету дачи, я к знакомым не вижу. Я не заработала ни дачи, ни машины, ничего. Это да, за свою жизнь. За 11 рекордов мира посчитайте, сколько бы сейчас получил человек денежек. Она из нескольких советских олимпийских чемпионов, которые не получила государственные награды именно за Олимпийские игры. Хотя вообще ей обещали тогда чуть ли не Орден Ленин, так скажем. Но руководство тогдашнего отдела или управления легкой атлетики, которому, в общем, она вот своей такой, ну, принципиальной позицией, своим правдолюбием, в общем, сумела довольно прилично насолить, так сказать, вот один из руководителей, да, сборной команды, левой рукой, зеленым фломастером ее из списка вычеркнул. Можете себе представить ее состояние утром, когда обнародовали в газете «Советский спорт». Огромный список там на несколько сот человек, так сказать, по делу и не по делу получавших государственные награды за Олимпиаду в Мюнхене. А я просто хочу напомнить, это был 72-й год, 50 лет советского государства, 50 золотых медалей завоевали советские спортсмены в Мюнхене. Грандиозная победа. Она своей фамилии не нашла. Она решила, что, ну, это просто ошибка, и даже явилась в Кремль на награждение, это я рассказываю, так сказать, то, что я слышал из ее уст, подошла к тогдашнему секретарю Верховного Совета СССР Георгадзе и сказал, ну что же, страна, так сказать, не знает своих героев. Попробуйте проживить и не работая на пенсию, ту, которую дают спортсмены за то, что он 11 раз рекорды мира установил, олимпийский чемпион и не знаю даже еще какие звания, даже чемпионка Америки. Даже рекордсменка Новой Зеландии. В 75-м году рекорд Новой Зеландии установила. Ну и что толку? Новая Зеландия мне будет платить пенсию или Америка? Я никогда не пыталась с этим заниматься делом, чтобы ехать куда-то. У меня даже мысли такой никогда не было. Изменять в своей стране. Да, в любом виде, да, в любом виде. Или тренером работать, или выступать. В 71-м году американцы предложили мне выступать за них. Еще в 71-м году. У нее был брак с болгарином Велевым, метателем диска. Ну, вы сами понимаете, в те годы при советской, так сказать, власти брак с иностранцем, хотя и, в общем, как бы братом по крови, с болгариным. Но, тем не менее, в общем, это не сильно поощрялось. Да и он жил в Болгарии, она здесь, в Москве. Ну, мне здесь хорошо. Я в метро езжу бесплатно, по пенсионному. Как вроде бы я там больше получала, когда выступала. Как вроде бы я там больше получала. Сколько же я получала? Ну, что, 350 рублей. 350 рублей была у меня стипендия. Ну, чем больше. И 3 доллара в сутки, если я выехала на соревнования. И то с карманных, это карманные нам давали. И с этих карманных еще брали, ну, как сказать, скидывались для подарков спорткомитетовскому работнику. На подарки. После каждой поездки? Ну, конечно, едем. Надо было скидываться с этих 3 долларов для того, чтобы подарки провести спорткомитет. А когда я рекорд... Да, иначе в следующий раз могла не поехать. А если я рекорд устанавливала, вот, то кто-то деньги за них получал. Но не я. У нее не просто складывались отношения с руководством. Есть такая, ну, как бы легенда о том, как она, придя в душ в том же Сочи, не застав... Ну, дядя Вася выпил, поэтому душ, так сказать, не работал. Она села на такси в спортивном костюме, приехала в горком, благо тогда не стояли автоматчики у входа. Вошла, там, к какому-то из секретарей горком и сказала, что если завтра душа не будет, я буду мыться у вас дома в душе. Ну, вот, понимаете, что такому человеку, в общем, в те годы жить было, скажем прямо, непросто. Ну, вот, 72-й год, возьмите, выиграли по легкой атлетике 3 олимпийских чемпиона. Сколько? Борзун? А Вилов? Мужчина. Лусис, 3. Лусис, Эстония, Борзун, Украина, Санеев, Белеси и кто еще. И все. И все, а российского даже и нету никого. И среди женщин выиграла Брагина я и Чижова. Чижова Ленинград, я Москва. Брагина Краснодар. Ну, это женщины русские, ну, русские женщины всегда были мощные. Можно сравнить. Есть женщины русские в середине. Русские женщины всегда побеждали. Так что тут уж. Ленинград. 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 Редактор субтитров А.Семкин